идем дальше перед бельгии может быть видел интервью жора щенникова про футболки давить нас лично немного было сколько накапливается бут за год я не знаю если не стал там когда новый цвет приходит там но выходит то и контракт с найком поэтому нибудь присылают и и вот так вот я не знаю честно сколько сколько их но очень много этом всегда в деревне увожу там ребятам да конечно консер на летом всегда футбол там играть все тем более сейчас много ребят молодых подрастают они уже высокий там в один след уже размер на как у меня там кого-то уже там больше кому подходит мой размер тот тот и забирает у тебя есть такой фетиш по поводу цвета будут какие дают таких играешь у каждого спортсмена бывает неудачные тренировки как вы после них устанавливаетесь видимо я даже не знаю про психологию речь плит про физику но вообще в принципе как ты восстанавливаешься после тяжелых матчей тренировок ну в основном там на базе баня есть бассейнчик небольшой банку сходил там чуть ножки чтобы расслабились так ничего особенного а где бы они лучше на базе или у тебя дома не знаю просто на дома у меня с венечками еще на базе их нет вопрос как у меня писем клубе ты бы хотел играть после цска и как воспринял интерес со стороны ромы интерес стороны рома он был не знаю вот видимо болельщику виднее не знаю знает больше чем из тобой да в кубе наверное из английских за арсенал больше более со времен наршавина когда он там играл так арсенал вот и в испании за реал наверное а вообще принципе тебе по стилю игры какой чемпионат больше подходит честно об этом не задумывался и как-то не могу еще так проанализировать сказать точно идем дальше вань какая у тебя мечта была в детстве стать футболистом больше честно не скажу ничего не знаю прям те изначально до тестом был футболистом семья такая более спортивная тяжело вообще расти в окружении девушек все много сестер я младше они там уже все старше были так нормально иногда там просили там чаем не принеси вода дача молодой давай здесь дедовщина была дома ну иногда да так чуть-чуть на родители за меня вступает иногда так что сестры тоже получали ваня расскажи какое у тебя хобби чем занимаешься свободно от сбора время от сборов это как мы видим когда приезжаешь домой когда вот редкий момент вообще в принципе свободное время что ты любишь делать почитать книги посмотреть ну в основном в кино сходить на фильм какой-нибудь посмотреть сериал сериал смотрю книги на читаю но не так часто в основном когда самолет на самолетах так на сборах бывает между тренировками какой фильм из последний я смотрел капитан марвел наверное такой неплохой фильм фантастика марвел все фильмы хорош создает и нравится а ты все то есть эти трилоги ну не даже трилоги да все смотрел все все да по моему ну марвел 5 все смотрел по моему идем дальше какой у тебя любимое блюдо любимая песня и любимый фильм давай прям сначала к любимое блюдо какую кухню то что мама приготовит то и буду есть то девушка мама с честным прям одного любимого блюда не назову ну хорошо что фирменная мама что на блины печет блины да но фирменная капуста наверное капуста с мясом как он называется забыл мне не завернута именно когда не завернута в общем тушеная вот тушеная капуста вся вспомнил какая любим песня вообще какую музыку почитать да разную какая понравится просто услышу где-нибудь понравится скачиваю там слушаю ну наверное мияги там крэп типа того могу легко не против любимый фильм есть такой знаешь как который ты готов пересматривать до дыр ирония судьбы например на легенда в 17 так более спортивный фильм движение вверх тоже был вот недавно я думаю фильмы можно смотреть и и все равно какие-то эмоции для себя получаешь мотивация идти вперед только и работать а так из форсажи наверное сейчас из таких фильмов более фантастических там а что тебя вообще больше всего мотивирует жизни футболе но вот есть какие-то вещи которые прям помогают лучше всего я не знаю честно как на такой вопрос да просто хочется там учет добиться своей жизни оставить след какой-то там истории и вот наверное поэтому что-то чего-то там первое интервью помнишь кому-то кому его давал вообще в целом как это все медийным составляющим футбола относишься привык уже ну со временем наверное привык да в уфе когда давал первый раз интервью так волновался сильно очень не забыл что говорить как что в общем было тяжело что тяжелее играть футбол и мандражи больше или интервью давать когда ты играешь у тебя уже нет мандража там может быть перед матчем всегда какое-то волнение присутствует выходишь на поле и она пропадает и все расскажи пожалуйста о главных тренерах цска и соответственно даже сборной оба михалыча кто из них построже может быть естественно каждый свой стиль управления с кем-то может быть комфортнее да оба тренеры строгие там могут и похвалить и поругать и я думаю так и должно быть то что иногда команда там расслабилась надо и напихать и завестись немного чтобы работать и всегда надо с хорошим настроением работать и чтобы не баловаться и это ну не переходила в баловство и так далее расскажи про виктор михалыча гончаренко какой он вообще он топ-тренер там человек с ним приятно общаться всегда найдет слова подбодрит там иногда написает не знаю самый сильный тренер россии в чем секрет успеха нынешнего цска вроде бы молодых очень много но вы настолько вот классно играете как будто вы уже не они не первый год друг с другом а уже на год десятый наверно то есть взаимопонимание у вас на поле отлично как в этом достигли да я не знаю я думаю это тренерский штаб очень здорово нас подготовил и футболисты все не глупо я не скажу все умные все все понимают и как-то легко с со всеми играются расскажи про влашича как тебе сниму играется на поле насколько он способен недалеко будучи стать вообще звездой мирового масштаба ну я думаю способен он неординарный игрок непредсказуемый может обыграть один в один я думаю это качество самое сильное в нем таких игроков ценят он очень здорово с мячом он взрывной быстро и с обоих ног бьет я думаю у него все шансы есть у каждого футболиста наверняка может быть есть такой игрок против которого было тяжелее всего на поле играть действовать окидываем взглядом назад помнишь кто тебя мучил больше всех с кем бы никогда не хотелось больше пересекаться на поле ну естественно не знаю чтобы прямо замучил там или какой-то один такой игрок был не знаю интересно было ну как бы со всеми сыграть и если даже мучил тебя все равно хочется там выйти и следующий раз сам самому его замучить там я не знаю самый сложный матч в этом сезоне у цска какой был я может что-то не получилось мне получилось в роме наверное тяжелый матч и когда 3-0 проиграли игра просто не получилось там нас переиграли это наверное был тот матч которым у нас вообще не было шансов там каких-то нас просто переиграли и первый матч сейчас стула я думаю был тяжелый как-то не сложилось вроде бы команда хорошо подготовилась но чего-то нам не хватило и так проиграли по делу наверно вспоминая вот матчи сборные молодежные предыдущего отборочного этапа естественно сербию вспоминается всегда что не получилось вот тот момент мы выигрывали об итоге проиграли что не получилось что не как вот не хватило наверное какой-то концентрации там наверное и была моя ошибка когда я там передачу назад отдал и после этого ошибся и после этого пенальти нашего рота ну вот так в жизни бывает всем люди ошибаемся но двигаемся вперед конечно обидно команда была очень сильная неплохо действовали я думаю нам по силам было выйти на чемпионат европы и там достойно сыграть но к сожалению проиграли и потом даже еще шанс был со стрицами но в итоге не сумели справиться с игры сербия наверное морально больше и не сложилось нынешняя команда на сергей предыдущий как думаешь да естественно не знаю пока только собрали сейчас по играм увидим и я думаю вот как раз сербами мы в группе сентябре узнаем играем их надеюсь или нет поэтому должок надо вернуть за прошлый год мы не просим а только за это очень немножко личных вопросах какие каналы на ю тубе ты смотришь красава наверное сейчас популярная очень дженни савин здорово снимает и интересно смотреть и там футболисты которые в европе там чешел вот сейчас тоже интересно было послушать там про команды про шеффел тоже самый старый клуб тоже интересно было вообще все выпуски я посмотрел практически все там пару может быть не смотрел но очень интересно расскажи про свои самые сокровенные мечты я помню я понял что футболистов но может быть что-то личное там завести семью большую 10 детей но не действий не 10 детей там но конечно хочется семью там детей детей не 10 там у меня в семье 4 сестры ну 5 детей это сейчас наверное семьи столько не заводит но сейчас как-то поменьше в этом плане но так конечно хотелось бы ни одного ребенка побольше своего сына отдашь футбол но если и родиться сын то я надеюсь что да но естественно я тоже люблю еще наверное спорт номер два хоккей интересно было бы туда наверное даже отдать как-то попробовать как у него там получится может быть если такое случится и футбол но это он сам как выберет а вот кстати часто хоккеисты футболисты как у вас существует какому вид спорта более мужественные какие футболисты вон салаги ну там бывает там футболисты более там часто симулирует в этом только плане на хоккеист там бывают всякие видео когда там вечки шайба в лицо прилетает он так отпахнулся хотя когда шайба прилетает по себе знаю это реально реально больно там даже если она не сильно летит то степана где будет там по-любому синяк останется это там более травмоопасно я думаю хоккей все равно когда ты успеваешь в хоккей-то играть потому что насыщенный сезон бывает да не часто зимой только наверно там в деревне у нас хоккейная коробка поставили хоккейную коробку и каждый день там ребята играют я бывает когда вот в отпуске зимой обычно немножко немного поиграю люблю хоккей там отец у меня ему там уже 55 лет он тоже хоккей еще играет футбол тоже так я потому что не часто на коньках стою там поэтому катаюсь не достаточно хорошо ребятам каждый день катаются все равно них лучше получается не на бывает так бросочек неплохой кистевой щелчок все равно и надо тренировать больше всего легче конечно чаще щелчок надо правильно клюшку там поставить всякие нюансы какой в каком свитере играешь в своем у нас там команда целая хоккейная там есть поэтому с моим номером там с фамилией когда домой приезжаешь праздник на и как же происходит в семье дома сбегаются соседние мальчишки узнают да бывает так на улице но основном все меня знают такой же там парень приехал там привет вань там чего как дела так что-нибудь спросят ничего особенно неужели не интересуется как нам реал обыграл ну спрашивают конечно поздравляют вот так я думаю все знает все равно я думаю куда-то бы другое место приехал там да там интересно так все знают и так поэтому прямо в чёт такого особенного не а москве узнают на улицах бывает но редко здесь вчера недавно общались наши коллеги задавали вопрос чаще берут автографа или фотографируется он скажу что сейчас вот мод мода на все эти селфи с тобой тоже самое происходит чем фотографируется чем автор примерно я думаю одинаково но я думаю сфоткаться даже почаще сейчас на данный момент это селфи сделали а ты бы с кем вы сделал селфи не обязательно из мира спорта вообще принципе вот любой человек на земле с кем хотел бы селфи наверное если не думаю из мира спорта лучше с человеком более-менее там с футболистами конечно смесь с роналду с хоккеистами с панарин там овечкин и хотел бы да конечно один из лучших игроков на планете вообще какие успевать что смотришь да я слежу за кхл там смотрю на майскоре обзоры смотрю не часто не всех команд а где русские в основном играют там интересно посадить там всегда шайбы там кто забрасывает смотрю слежу за этим за кого болеешь за коламбус на мой любимый игрок наверно панарин так импонирует такой же деревенский парень на похож на меня манера общения ничего особенно там никаких слов не говорит иногда может там просто там ништяк вот такие слова говорить там блин да вот что-то там не получается ну такой простой парень и очень нравится как он там играет и хотел бы с ней встретиться пообщаться я думаю это единственный игрок с которым я больше все это хочу там хоккей уже пользуется сети вконтакте надеюсь мы смогли бы порадовать и ответьте на все вопросы которые прислали ван обляков еще раз тебе спасибо удачи без травм что все у тебя было хорошо в жизни правильно пока 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 Продолжение следует...